В середине сентября инициативные жители решили, что пора выходить из своих домов и сообща решать вопросы села. А в первую очередь волновало дорожное покрытие определенного участка переулка Совхозный. Это достаточно узкая дорога, по которой было сложно подниматься в гору. На ее ремонт помощи, оказанной администрацией сельского округа и местными депутатами, было недостаточно. И тогда инициативные люди буквально вышли на дорогу и каждому водителю объясняли, необходимо собрать дополнительные средства, кто сколько может, и работа закипела. 125 кубов бетона, сетка армирующая ушла, сделали ливневку, последнюю сегодня доделываем. Поэтому это будет качественное бетонное полотно, которое прослужит долго. Мы надеемся, что все жители увидят и ощутят результат, и мы много лет будем пользоваться отличной дорогой. У нас дома никого не было, пока шел ремонт. Дети сами себе были предоставлены. Я собирала деньги, мы собирали деньги, мужья наши работали. Вечером собирались, обсуждали работу, которую проделали, планировали следующий рабочий выходной. Признаются, такой труд объединил сельчан, и было даже интересно. Среди жителей нашлись и мастера дорожных работ. Независимо от своей основной занятости, здесь на дороге были все равны. Все делали качественно, не спеша. Сегодня заливали бетон уже на последнем участке дороги. Инициативные, активные, и люди, которые не безразличны к тому, к своему быту, к своему городу, к своему району. Поэтому таким людям с желанием помогаешь. И сегодня же в завершении большой и очень важной для жителей села работы глава Барановского сельского округа пригласил общественников, чтобы вручить им благодарственные письма за неравнодушие и за ответственное отношение к делу. У нас около 20 переулков, которые, естественно, не включены ни в какую карту автомобильных дорог города Сочи. И являются так называемыми межквартальными проездами. Мы даже на них, по большому счету, бюджетные деньги тратить не можем на данный момент. Хотя с депутатами проговариваем, как это изменить. И вот именно в таких местах приходится заливать бетон, укладывать асфальт только сообща. То есть совместно с населением, с участием частных пожертвований, коммерсантов, депутатов. Уже за чашкой чая обсуждали, как удалось за достаточно короткое время организоваться и решить давнюю проблему. Но поскольку глаза горят от удавшейся работы, а сил еще много, тут же запланировали следующий этап. Там, в горах, создать для своих детей условия для отдыха. По уже имеющемуся общественному опыту, будут строить в верхнем юрте детскую площадку. Елена Всецына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.